А вы налево собираетесь поворачивать? А тут запрещен поворот налево, вы не знали? Запрещен? Нет, всегда же можно было. Ну вот теперь нет, теперь только вам направо. Спасибо. Новая схема движения по улице Южно действует с 1 июня, но двух недель горожанам не хватило, чтобы привыкнуть. Отныне поворот налево с дублера улицы Южной запрещен. А тут поворот налево запрещен, вы знаете об этом? Да вот я вижу, смотрю, вот там двойная сплошная, а тут так и не поймешь. За несколько метров до перекрестка установлены знаки «Поворот налево запрещен». Но они и две сплошные останавливают далеко не всех. Рютовчане постоянно нарушают правила дорожного движения на этом перекрестке. А мы просто в отпуске были, приехали и, видимо, не знаем об изменениях. То есть не в курсе были, да, что нельзя поворот? Да, вот мы буквально пару дней назад вернулись. Из-за этого, видимо, и прогадали. Обычно здесь можно было поворачивать, и мы по привычке. По привычке запрещенный маневр совершают большинство рютовчан и гостей города. Но такое оправдание сотрудники ГБДД не принимают и наказывают нарушителей рублем. Водители, к сожалению, нарушают требования дорожного знака и дорожной разметки, за что предусмотрено административное наказание в виде штрафа по полторы тысячи рублей. И вот еще один нарушитель на запрещающий сигнал светофора через две сплошные. Объяснять причину такого маневра придется теперь сотрудникам госавтоинспекции. При выезде с улицы Южной на Юбилейный проспект видели дорожные знаки? Движение налево на перекрестке запрещено. Движение только направо. Честно говоря, нет, не заметили. Не заметили, да? Но привыкать водителям придется не только к новым правилам проезда, но и к более комфортному движению по Южной. Теперь в часы пик на этом участке исчезли заторы, а на дублере в ближайшее время появятся дополнительные парковочные карманы почти на 100 машиномест. Фабричный пруд вот-вот станет рыбным местом. На следующей неделе водоем планируют запустить щуку, карася, плотву и не исключено, что еще и белого амура. Об этом сообщили в Риотовском филиале рыболовного клуба. На прошлой неделе, напомню, стали известны результаты химического анализа воды в водоеме. Превышение уровня загрязняющих веществ не выявлено. И сейчас он полностью пригоден для разведения рыбы. В веломагазинах клиенты, как правило, предпочитают покупать цепи-замки. Продавцы советуют не экономить, а выбирать надежные модели. И при этом покупать сразу два разных замка. Достаточно прочный. Кусачка, но просто так не возьмешь. Еще один вариант – сигнализация. Она реагирует на движение и даже вибрацию. И при попытке украсть велосипед прозвучит сигнал. Некоторые модели способны посылать сигнал тревоги на мобильный телефон владельца с помощью СМС-сообщений. Существует еще вот такая система замка. Этот замочек электронный. Как только происходит разъединение этого замка, срабатывает сигнализация. В случае кражи отыскать велосипед поможет электронный детектив. Так прозвали GPS-трекеры. Гаджет прячется в закрытую нишу велосипеда. Преступник не сразу поймет о его наличии. И двухколесного коня можно отследить через спутник. Из-за воров Кирилл за лето покупает уже второй велосипед. Первый увели буквально из-под носа. Вынесли из коридора на этаже. В доме, который на первый взгляд кажется неприступной крепостью. На входе консьержка и повсюду видеокамеры. Как говорят специалисты, нередко похитители велосипедов промышляют на востройках. В Риотове далеко не все компании готовы страховать велосипеды от кражи. Правда, в соседней Москве эту услугу нередко предлагают сразу при покупке транспортного средства. Причем в правоохранительных органах советуют именно таким образом обезопасить себя от воров. Число краж растет каждый год. И лишь единицам удается вернуть велосипеды. С наступлением лета участились кражи велосипедов. Сложность в раскрытии данного вида преступлений составляет отсутствие камер наружного наблюдения в подъездах и тамбурных помещениях. А также беспечность хозяев, которые оставляют своих железных коней без присмотра. Каким бы ни был ваш велосипед, дорогим или не очень, чтобы избежать кражи, не оставляйте его без присмотра. Ну а хранить велосипед лучше в квартире, балконе или в гараже. В Риотове идет прием заявок на участие в молодежном слете «Я гражданин Подмосковья». Он пройдет в Егорьевском районе с 1 по 21 июля. На форум традиционно приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые интересуются политикой, экономикой, правом, спортом и творчеством. Слет будет проходить в пять смен, у каждой своя тема. Так сначала соберутся урбанисты, молодые архитекторы, творческие коллективы. Для участников организуют площадки для обмена опытом и мастер-классов, а также пройдут встречи с известными российскими политиками, журналистами и авторитетными экспертами. На каждую из тематик мы собираем делегацию от города Риотов по 25 человек. Мы обещаем, что это будет очень интересно и незабываемо, потому что у нас впечатление на целый год. Мы ждали этого целый год и действительно хотим поехать уже всем нашим коллективам в этом году вновь. Как ожидается, в молодежном слете примут участие 10 тысяч жителей Подмосковья. Отправить заявки можно на электронную почту reutovsobaka.pmcenter.ru В городском парке прошли занятия по зумби и кливлингу, а проще говоря, фитнесу и изготовлению бумажных аппликаций. На свежем воздухе для юных риотовчан организовали праздник, списки развлечений, также преображения с помощью аквагрима, танцы и игры. Те, кто не успел отдохнуть в этот раз, ждут в парке по вторникам, четвергам и субботам. Программа праздников «Каждый раз новая». Сегодня утром в городе будет облачно и пройдут небольшие дожди. За окном плюс 20. Днем также есть вероятность осадков, а воздух прогреется еще на 2 градуса. Вечером же синоптики и вовсе обещают грозу. В ночные часы столбики термометров покажут плюс 17. Редактор субтитров А.Семкин